Предлагаем вам 10 вопросов, от которых у армян зависает и взрывается мозг. Карабах это независимое государство или часть Армении? Вы никогда не услышите одинакового ответа на этот вопрос, потому что армяне сами так запутались в своей лжи, что не могут ответить однозначно на этот вопрос. На самом деле, ответ на этот вопрос есть и он звучит так. Карабах это оккупированная армянскими войсками признанная всем мировым сообществом территория Азербайджана. Второй вопрос. В Карабахе живет карабахский или армянский народ? Опять же вам не дадут однозначного ответа на этот вопрос. Армянские нацисты признают, что в Карабахе живет армянский народ, армянские сепаратисты говорят про карабахский. Дело в том, чтобы дать оккупации законную окраску на самоопределение наций. Армянские сепаратисты говорят о несуществующем карабахском народе, который имеет право самоопределиться на чужой территории. Но армяне уже самоопределились и у них есть государство Армения. Поэтому армянские сепаратисты используют этот термин. Третий вопрос. Если как утверждают с пеной у рта армяне, Армении 9000 лет, а Еревану 2800, покажите хоть один образец армянской архитектурной культуры кроме церквей. Где дворцы, замки, усадьбы армянских царей, вельмож, князей. Ведь за 9000 лет должно было хоть что-то сохраниться. Неужели все разрушили злые турки? Этот вопрос просто сводит с ума армян, которые не знают, что ответить на казалось бы простой вопрос. Правильный ответ. Никакого владычества армян в мировой истории попросту нет. Армяне появились в 17 веке как смесь разных народов под армяно-грегорианской церковью, а вся древняя великая армянская история придумана в английских и российских дворцах. Четвертый вопрос. Укажите на армянских поэтов, художников, композиторов ранее 17 века. После этого вопроса 99% армянских визави просто улетучиваются в пространстве. Если вы хотите нанести хайской психике непоправимый ущерб, задайте им этот вопрос. Правильный ответ. Ни один армянин не сможет вам назвать хотя бы троих армянских художников, поэтов или композиторов ранее 17 века, потому что они сами появились в 17 веке. Пятый вопрос. Почему в мировой исторической науке ничего не сказано про господство армянских царей, про их сражения, которые изменили ход истории? После этого вопроса начнутся многострадальные вопли про Тиграна Великого и ссылки на всемогущую армянскую википедию. Правильный ответ. На самом деле мировая история не знает про армянское господство и судьбоносные сражения армянских правителей. Об этих сказках вы можете прочитать только в русскоязычном и армяноязычном сегменте интернета. Что интересно, даже Киликия, на которую претендуют армяне, в Википедии описывается как отдельная нация на территории Турции. Шестой вопрос. Почему вы называете себя хаями, а страну Хаэстан, если 9000 лет вас называли армянами, а страну Армении? И снова, после этого вопроса, вас оскорбят и приведут примеры про грузин, где они называют себя картвелами, а страну Сокартвела. После этого вы сможете смело послать ответчика на три веселые буквы, потому что название Грузия звучит так только на русском. Тюрки называют ее Гурджистан, а Европа Джорджий. Вас же весь мир называет Арменией, а вы себя Хаэстаном. Правильный ответ. Сегодняшние армяне это всего лишь арменизированное племя Хаев. Но не могут удмурты после падения России назвать себя русскими и унаследовать все российское. Или представьте, что после падения Ирана, живущие там курды, объявят себя правоприемниками Ирана. Седьмой вопрос. Как я уже говорил, армяне претендуют на 9000-летнюю историю государственности. Итак, возникает логический вопрос. Учитывая средний срок правления, каждые 30 лет у армян должен был быть новый царь. За 100 лет три царя. За 1000 лет это уже 30 царей. А за 9000 лет аж 270 царей. Округлим эту цифру до максимальных 200 царей. Я спрашиваю армян. Где могилы минимум 200 армянских царей? Где они находятся? После этого вопроса. В древнеармянских мозгах случится коллапс и Хайван свалит в Нирвану. Правильный ответ был дан в ответах 2 и 3. Восьмой вопрос. Почему у армян тюркские, арабские, персидские и еврейские фамилии? После этого вопроса, среднестатистический Хай, начнет вам рассказывать о том, что они были вынуждены под гнетом турков, арабов и персов менять фамилии, а происхождение фамилий было связано с родом деятельности. Например, слесарь брал себе фамилию, Челенгарян и так далее. Теперь вам остается просто добить армянские извилины, задав контрольный вопрос. А как армянин-христианин, который принял христианство до появления ислама, сможет объяснить происхождение такой армянской фамилии, как Аллах Вердян? Как армянин может объяснить фамилию Танры Вердян? Если армяне брали фамилии по роду деятельности, то следуя этим фамилиям, они были посланы Богом. Кто знает значение этих фамилий? Вы поняли о чем идет речь? Девятый вопрос. Почему если вы такая интеллектуальная нация, не можете созидать и превратить свою маленькую страну в островок процветания и стабильности? Почему в Армении со дня основания самый большой рост миграции? На этот вопрос все 100% армян ответят одинаково. Ни один из испытуемых не признается в своей вине, а возложить ее на Россию, на Турцию и на Азербайджан. Вокруг все виноваты. Правильный ответ. Это удивительная черта армян. Когда они вместе, они деградируют. Чтобы армянин процветал, он должен жить в другой стране вокруг других наций. Как только армяне собираются в кучу, начинается регресс и деградация. Десятый вопрос. Армяне всегда кичатся своей храбростью и военными навыками, как будто военному делу нужно не учиться, а всего лишь нужно родиться армянином. Поэтому последний в этом ролике вопрос. Почему если вы такие смелые, храбрые, отродясь все кутузовы, граница Армении защищает Федеральная служба государственной безопасности России и ОДКБ? Правильный ответ на этот вопрос такой. Армяне всю свою историю жили под покровительством больших стран и как неудивительно пытались столкнуть их к войне, меняя каждые сто лет своего хозяина. Как уже сегодня достоверно известно, оккупация азербайджанской территории произошла только лишь при помощи 366-го мотострелкового полка и псковской дивизии, которые расчищали азербайджанские города один за другим и вызывали армян для съемок мнимых побед и танцев.